Друзья, вы представляете, где мы находимся сегодня? Мы едем на корабле на Кипр. Мы купили билеты и сидим в какой-то интересной кавэшке. Нас сюда отправили, чтобы мы ждали. Вот мы сидим, ждем. Да-да-да. Нет, ну очередь же сдвинулась вроде бы как. Ну да. А, по-моему, запускать по несколько человек. Потом проходишь таможню, посмотри, по-первых, раз, не знаю. Так, нам таможню надо, чтобы на северном Кипре поставить на отдельный источник. Штамп. Чтобы не ставили паспорт. А куда нас потом не пустят? А потом на Кипр не пустят. На греческий не пустят. А вы что, на Кипр собирайся? Ух ты! А это пастошный контроль. Нет, ну точно самолет пойти, с водой-то пустят. А пока нас еще не проверяли в нигде. Не проверили, но мы сейчас стоим на таможне. Может быть, после таможенного контроля у нас там уже не будет здесь. Мы ничего не поняли, Юль. У нас попросили паспорт. Зачем они попросили российский паспорт? Играет музыка. Кажется, прибыл наш паром, пока не объявляли посадку. Так выглядит порт. Еще такие грузовые паромы, но их немного. Своим ждем посадки, мы одни из самых первых. Люди выходят, а мы уже ждем захода. Какой-то маленький кораблик там. Хороший, наоборот мне нравится, что он не огромный. Выглядит симпатично, но надеемся, что он быстренький. Кафешки первые, места наши. Руслан, ты здесь в кафе занимаешься. Это сугубо пассажирский кораблик, поэтому он такой быстрый. То есть на него не грузятся машинки. Да, да, машина у него другая. Да, Юля? Ну факт в том, что мы чего-то ждем. Скоро поедем. Молодой человек сзади нам сказал, что вот эта вся толпа сзади. Видите? Кругается. Она ринулась за нами. На посадке пока еще нет. Поэтому мы стоим под пальмой, загораем и ждем. Бежим занимать нормальные места. Правда мы не знаем, есть ли там ненормальные. Но на всякий случай бежим. Правда некоторые тут на обгон идут. Мы были на старте первые. Ты посмотри, как старается народ. Они знают что-то, чего не знаем мы. Если они так бегут, там точно будет или негде сидеть, или негде сидеть. Курить здесь нельзя. Я капитан несколько раз проговорил, что курить нельзя, выходить нельзя. Все закрыто. Стоять тоже мы вышли. Вот хотели вам виды поснимать. Тоже нас загнали обратно на места. Ну в принципе сидеть вполне комфортно. Здесь и кондеры включили. Нормально, атмосфера нормальная. Но забит просто корабль. Ни одного практически свободного места нет. Еще про багаж. Ребята, багаж. Здесь это вообще отдельная песня. Мы зашли. Нам сказали сразу составляйте в уголок. То есть никаких номерков. Ничего. Просто в угол составили все чемоданы. Мне очень интересно, как мы их обратно будем искать. Потому что очень много людей с собой привезли 3-4-5 чемоданов. Тут видно, дети едут в университеты из Турции, кто поступил. Сейчас как раз самое то время, когда дети едут на учебу. И они везут очень много вещей с собой. Мы удивились прям по 5 чемоданов. Вот когда в очереди стояли. Поэтому неорганизовано немножко с этим тоже. И они везут. То есть нету никаких бирочек. Ничего. Как мы будем все это искать. У нас зарядки и все провода с собой. Ничего страшного. Большое заднее окно. И вот так вот выглядит второй этаж этого корабля. Молодые люди. Здесь приятно. Здесь кондиционер работает. Да. Вообще нормально. Мне тоже здесь очень нравится. Там по дороге мы видели чистый туалет. Ну визуально. Можно пока народу еще не сил пробежаться, что здесь есть. Так. Вот туалет как в самолете. Еще что-то. Много туалетов. Интересно. Это мы на втором этаже. А там вообще ничего нету. Ничего не видно. Да. Слушайте ребят. Ну посмотреть на красоту на море вы тоже не сможете. Потому что окна из какого-то непонятного материала сделаны. Они не прозрачные или полупрозрачные. В общем ничего не видно. Максимум что вы можете посетить. Здесь есть окна. Вот сзади. Сзади. Но там не разрешают стоять. Там просто нельзя стоять. Кино нам включили буквально на пять минут и опять его вырубили. То есть самое лучшее это общение. Для зарядки телефонов пару розеток мы увидели. Так друзья. Мы сейчас как раз отплыли. И хотим немножко вам рассказать о своих впечатлениях. Первых. Конечно ехали мы сюда на таких вот как сказать на крыльях просто летели. Что мы поедем на пароме. Все это будет так красиво. Но оказалось немножечко не так. Так. Вокзальчик так себе обшарпанный. В туалет вообще зайти нельзя. Ждали что будет кафешечкой. Где мы сможем посидеть там. Посмотреть на виды. Такого тоже нет. Внизу такой маленький буфетик. В нем практически ничего нет. Поэтому кто поедет вот таким транспортом. Берите с собой еду. А то вы останетесь голодными. Потому что нам сказали что в пути мы будем около трех часов. Здесь есть кола, фанта, чай, кофе и тост. Это максимум что вы можете здесь купить. Тост стоит 40 лир. Кола фанта стоит около 30. То есть вот и посчитайте. А еще мы стояли в очереди. То есть тост записывали номерочек. Мы были 15. Короче мы стояли ждали пока нам выдадут тост. Поэтому ребята берите с собой еду. Стоимость билетов кстати да. Вы сразу спросили сколько стоят билеты. 1150 где-то в одну сторону. В общем 2300 туда-обратно. Это получается на наши российские около 15000 рублей. Если я правильно посчитала можете сами посчитать. Так что вот стоимость поездки такой. Мы еще не знаем сколько мы будем ехать. Но нам вот сейчас капитан сказал около трех часов. Надеемся все будет нормально и мы доедем благополучно. Малыш да? 6 месяцев. Мы едем вместе с сыном. Но честно говоря без еды конечно тяжело. А я то могу кофе там из кафе. Мы купили вот с Юлей. А вот мужчинам конечно дорогу надо запастись. Тост уже вот прошло полчаса. Уже опять есть хотят наши мужчины. Поэтому ребята берите с собой еду. Чтоб не остаться в дороге голодными. Телекон из рук добьется. Телекон из рук добьется. вот где-то на землях. Прибыли! Ура! Приехали! Три часа, да, три часа видеть. Три часа! победители нашли свои чемоданы первый туда забрались потому что все сюда выходили а потом оттуда надо было а это видимо вот машины пропускают таможню я с Руслан тоже сфотографирует вот так вот выглядит паром и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok